В 2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В девятом сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы, StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд с 17 по 20 апреля в Киев-Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2.TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SLTV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определяют зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда — 80 тысяч долларов. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров 2,5 доллара. Смотри матчи в Dota 2.TV на пяти языках. Поддержи любимый турнир и команды. Вы продолжаете поддерживать нас. Мы делаем хорошие работы покупать тикеты. Мы хотим следовать нашему команду на Старладдере. Вы можете следовать и поддерживать мою команду через Старладдер, а вы покупаете Старладдер-тикеты в Dota 2. Если вы покупаете тикеты, то цена будет увеличена, и деньги в моем доме. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладдер ТВ. Напишем новую историю Dota 2 сцены вместе. А ты купил билеты на Старладдер? Покупай билет черепахи. Покупай билет черепахи. E-SportBets.com Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. E-SportBets.com Живой азарт и холодный расчет. Доброго времени суток, дорогие друзья. Я приветствую вас всех еще раз. Это Alliance против Relax. Are you doing fine? Команда Dreader против команды Loddy. Грубо говоря. Alliance. Первая строчка турнирной сетки Старладдера. 10 игр, 8 побед, 2 поражения, 24 очка. Ну а релаксы расположились на шестой строчке. 7 игр, 4 победы, 3 поражения и 12 очков. Между ними целых 5 пропастных мест. Команда Relax. Team V, Windex, Dread, Йоку, Шачло. Команда Alliance. Aki, Admiral Bulldog, EGM, Loda, S4. Ну эти имена мы сегодня уже видели. Они вот прям вот-вот недавно играли у нас. Ну и смотрим по статистике. Среднее количество киллов за карту. Alliance 23, Relax 24. Среднее количество смертей за карту. Alliance 18,1, Relax 24. Убивают ровно типа один в один. Среднее количество ассистов. 46,9 Alliance, 49,5 Relax. По астхитам Relax даже обходят на 39 единиц Alliance. Правда по КПМу проигрывают на целых 67. XPM на 80 больше у Alliance. Ну а по винрейту. Relax сыграли 42 матча своей командой. 24 из которых выиграли, 18 проиграли. И винрейт составляет 57,1%. А Alliance же сыграли 514 матчей. 367 побед, 147 поражений, 71,4% побед. Ну и что, можно непосредственно перейти... А вот, нам решили дать сравнение. EGM и Dread. Среднее количество убийств за игру. 3,3% у EGM, 3,6% у Dread. Смертей 4,4% у EGM. Dread умирает гораздо больше. 4,9%. Ассистов. 9,9% у EGM. Dread же ассистирует 8,8%. Last hit-off у Dread почти в 2 раза больше. 57 EGM против 110,9% Dread. 288 GPM per minute. Точнее, gold per minute у EGM. Dread же фармит 330 золотишки в минуту. Ну и XPM. 366 вывозит Dread. 327 вывозит EGM. Любимые герои... Или, да, любимые герои. Рубик у EGM в среднее количество киллов 2,5%. Винрейт 79%. Висп 3 килла в среднем. Смертей 4,2%. 76% винрейт. У Dread'а Darkseer и Медвед. Но это отголоски прошлого, грубо говоря. Сейчас он на них не играет. 60% у Darkseer. 40% у Медведа. Можно, наверное, нырнуть уже в пике. Если Саша попадет по этой волшебной кнопке. Красава. Я даже думал не напоминать тебе его, поймешь ли ты сам. Well done, Саш. Сам поменял команду местами. Что ж. Dazzle, Bane, Lifestealer. Для Alliance. Relax забирают Ember Spirit и аппарата. В бане находятся инвокер, Nyx, Doom и Ликантроп от Relax. Странно, что не появляется ни Мишка, ни Фурион. Ничего подобного от Alliance. Решили играть через что-то непонятное. Ну, хотя, как непонятное. Lifestealer это тоже их дефолтный пик достаточно. Ну и бонус тайм релаксов на третий пик. Говорят, в школе нет курсачей. В школе есть домашнее задание. Это хуже любых курсачей. Ну что, минута бонус тайма. Релаксы. Третий пик. Непонятно пока куда пойдет Ember Spirit. Мит или Free Farm. Ну, скоро мы все это узнаем. Виномансер третьим пиком. Ну и чем ответят Alliance? Есть два саппорта. Есть Lifestealer. Нужен мидер и оффлейнер. Может быть пак? Отличный бомб инфест получится. Может быть Шторм Спирит. А может быть нет. Это пак. Тут... Я понимаю. В доте на уровне днища. Ну там под Lifestealer отличный герой. Имеется Сайленс. Может доставить Найкса в любую точку. А с Дайгером ты и Иллюзуарь Орбом. Это вообще красота. Ну и что. Четвертый пик. Релаксы. Еще 50 секунд целых бонус тайма есть. Можно не торопиться. Подумать. Порелаксировать. Какое классное... Ладно. Драгон Найт. Отличный выбор. Только не знаю зачем. Потому что Найкс-то все равно будет отгрызать от максимального количества ХП. И Драгон Найт не будет особой проблемой. Плюс есть Бэйн. Который неплохо контролит. А вот чем сбивать Финс Грипп пока не особо есть. Да, есть привязка Эмбер Спирита и стан Драгон Найта. Но он же будет хавать одного из этих героев. То есть один отваливается, а второй его с пылом в этот момент может банально не быть. Так что не знаю пока, что тут задумали ребята из Релакс. Ну будем надеяться, что их задумка реализуется и все будет хорошо. Что по последнему бану остается у команд? А Лайнс должны избавиться от какого-то оффлейнера. Кто же это будет? Ну что это Баунти Хантер? Или Баунти Хантер оставит себе? В эрочке? Нет, это минус Сларк. Вот так. Не хотят Алайнс увидеть Сларка. Ну а кого не хотят увидеть Релакса? Может быть это Фурион? А может быть это Медведь? А может быть это Баунти Хантер? Вообще тут выбора тьма. На самом деле думаю Алайнс не особо будут думать над последним пиком. И там уже что-то, что-то выдумано. Минус Тимбер Соу от Релаксов. Не уверен я, что Алайнс на него рассчитывали вообще. Ну сейчас посмотрим. Ну же Лода. Покажи нам истинное лицо пятого пика. Пикачу, я выбираю тебя. Ну, 40 секунд, по-моему, остается у Алайнс. Не пора ли нам пора? Не пора. Все-таки Алайнс задумались над последним пиком. Несмотря на то, что они находятся на первой строчке Стар Лазер, они имеют два поражения в багажнике. Имперцы не имеют поражения. Это Фурион. Как неожиданно. Неожиданно. Это от такой повар... Вот, я уверен, что этого никто не ждал. Фурион от Бульдога на оффлейне. Алайнс никогда еще так безрассудно не поступали. Может, максимум раз 500. Не больше. Ну, и последний пик от Релакс. Ну, и 40 секунд. Пошли. Релакс. You're doing fine. Узбогойся. Ну, и последний пик. Кто-то на оффлейне. Против Фуриона. Или же, наоборот, на изи-лайн в соло. И агрессивные трипла будут стоять. Нужно, нужно брать что-то. Что, например? Я не знаю, на чем может быть. Может быть, Баунти Хантер действительно неплохо бы заехал. Нага с Сайрон. Ну, судя по всему, она пойдет на изи. Потому что я сомневаюсь, что это Нага Фанник или Фанинага, который пойдет на оффлейне стоять в соло. Это будет опять провал, я думаю, если это будет так. Ну, что ж, очло. Дред. BMW. RXX. Ну, и распрыгались, ребята, по героям. Смотрим, кто на ком и кто куда. Лода. Лайфстиллер. Аки. Дазл. Сфо. Пак. ЕГМ на Бене. Адмирал Бульдог на Фурионе. Команда Релакс. Ту-ру-ру. Драгон Найт. Дред. Нага Сирена. Шачло. Эмбер Спирит. RX-X. Виновансер. И 285. Это Ancient Operation. Стычки у нас вначале не предвидятся. Ребята как-то расползаются просто по лайнам. Никто агрессивный так в него и стоять не будет. Вон там написано, у меня друг с девушкой расстался из-за того, что спорили, кто первый будет в доту играть. Нормально? Это норма? Так мужик должен первый в доту играть. Дал леща, пока ревет, пап скатал. Все равно начала акклиматься еще леча. Уникальный лещ для девушки в подарок. Худ синяка. Грэдящийся. Ладно, смотрим. Попытались тут ребята из Relax кого-то найти, но EGM замансил. Замансил за Таверчатый. Пишет ГЛХФ. Удачки все, братюни. Ой, красава, Саша. Ой, красава. Ребят, у меня здесь на самом деле в следующей игру, мне кажется, начнется уже истерик. Отвечаю. Просто ни одной сегодняшней игры за четыре не прошло без косяка. Чтобы вы понимали, там шесть последовательных кнопок. Шесть кнопок последовательных подписанных кнопок. И на них выделен отдельный человек с десятью пальцами. Паралимпийская режиссура Старладера продолжается. С вами Гудхант и Саша в эфире. Слип. Попытка спонуть имберспирита. Шачло. Сейчас будет подхил. Подхил. Шачло нормально отлетело. Пытается привязать. Ну и что? Будут допинывать? Нет, не будут допинывать. Слишком далеко был Лода. Лода бил в это время крипов. Ну, саппорты заставили, наверное, проюзать фласку. Да, Шачло фласку проюзал. Вот он спрашивает, Саша, баннер убрать, нет? Зайди и объясни зрителям, почему ты... Не зареган. Нет, не зареган. Почему у тебя сегодня синдром ДЦП активировался на шесть кнопок, и ты не можешь его контролировать? Смеется над вами, дорогие друзья. Я смеюсь вам в лицо, говорит Саша. Ладно, он так не говорит. Ну, думает он по-любому так. Ладно, фарм. В мидле пак против Драгон Найта. Тут ничего удивительного ждать не стоит. СФО уже выиграет мидл в два раза. Десять крипов, два дына. Против пять на ноль. На ботами Фурион должен играть через физы. Да, появляется уже один блейцов атак и сапог. Ну и будет тут фармить. Фармить будет стоять спокойненько против Виномансера. Я хочу почитать чат просто. Вот я отвернусь на секундочку. Классная рамка. А рамка я так же сделал. Рамка, сетка. Закрываю клиент, тут гораздо интереснее смотреть. Здесь он стримил с рамкой. А в ТТВ нет такой рамки. С рамкой круче. Я вот считаю, что рамку надо оставить, Саша. Типа народ нравится. Немного интрижки появляется. Типа не видно какие-то кадры. То есть где-то может быть килл прямо из инвиза, из-за черного квадрата. Хрязь там какую-нибудь Рикки Мару подрезал и ты даже этого не увидишь. Потом начинаешь гадать. Ай, Александр. Это, знаешь, такой смех уже панический на самом деле. Ладно, смотрим дальше. Фурион уже четвертого уровня. У нее есть физы. Эмбер Спирит прилетает на ботом-лайн. А кто смещается? А никто не смещается. Эмбер просто уходит с топа и будет фармить ботом. Хочет стоять против Фуриона. Ну хочет, пусть стоит. Фурион с физами сейчас будет уже достаточно больно натыкивать. Лоду оставляют на фрифарме. У него 17 крипов. 19 у Пака в медле. Виномансер, кстати, себя неплохо чувствует. У него целых 14, по-моему, да. Ну и Фурион 13. Саша, хватит. Я выгнал режиссера. Я не могу у меня истерик. Я не могу на меня смотреть просто. Он меня сегодня весь день взорвал. Даже когда я один рабочий в 4 утра, у меня меньше косяков в 14 раз, чем у живого человека с 10 пальцами, двумя ногами и двумя глазами, который смотрит на отдельный монитор, просто на котором он видит, как идет стрим. И он напрягла рамка только через 3 минуты. До этого все устраивало. Ну нормально, симпатично смотрится. У меня слезы текут, дорогие друзья. Слезы счастья, что я могу работать с таким человеком, как Александр, которого послала мне судьба сегодня. Когда я узнал, что я кассиваю 1-5 матчей, я понял, что мне не справиться без божьей помощи. И вот она пришла. У меня есть имя. И имя его Пиночет. Ладно, извините, пожалуйста, что отвлекаюсь от доты. ФБ, надеюсь, не пропущу. Ну и пак в мидле 28 на 5 против Драгонайт, у которого уже 23, по крипам начинает догонять, отстает всего на 5 крипиков. Равняется, равняется дружанин. Ну а здесь лода. Лода 22 на 10. Виномансер, кстати, не хуже стоит. Что здесь у Фуриона? У Фуриона 23 на 6 против Эмбер Спирит 11 на 2. Эмбер Спирит отливает лайн в мясо. Это ужасно, дорогие друзья. Я только поднимаю голову и его вижу, мне сразу хочется ржать. Кстати, как он с серьезным видом все это делает. Типа, если я собрался, сейчас я еще не... Спорю, меня не накосячу. Надо было спорить, кстати, типа... Это специально, это типа называется байт. Сейчас 10 игр подряд косячишь, когда я поспорю, ты сделаешь все идеально. Ладно. Фуриончик. Шестой уровень, получил ультимейт. Сейчас можно пробовать ворваться на топе на саппортов, потому что тут у ребят хп очень мало. 511 аппарата второго уровня. Если пролетит ультфуриона через нижний лайн, то ему откусит большую часть хп. Поэтому можно попробовать. Опен ваунс. Должен прилетать ультфуриона. Дредд. Огромный проблем. Ну, где же? Да, вот ультфуриона. Минус дредд. Килл забирает лайфстиля. Прилетает сюда еще фуру. Должен закрывать аппараты. Есть у него спруты. Есть спруты. Проходит. Ну, и без спрутов справляется. Лучше уйти отсюда, конечно. Бульдога уходит. Не замерзнет. Пару тысячек лоди от вышки. Тут еще и пак залетел с дримкойлом. Это минус 3 в исполнении Alliance. Очень классная игра. Бэйн тем временем на ботноме стоит и получает уровень Эмбер. Пятого уровня. Связывает ЕГМ. Заслипал. Будет ли сейв ТП какой-то сюда? Нет, никого сейв ТП не будет. Бэйн. Нет. Ничего сделать не получится. Пак возвращается на лайн. Седьмого уровня уже. У него вообще все шоколадно. Рамка странный предмет. Вроде бы есть, а вроде бы нет. Саша с такой поговоркой и включает, и выключает. Нага сирена. Минус бэйн. Все-таки подловили. Но здесь может погибнуть. Дредд. Дредд. Еще тысячечка от Фуриона. Есть тысячечка от Фуриона. Погибает. И минус шачло. 5-1 на седьмой минуте в пользу Alliance. Ну, тут, конечно, жестят. Жестят у нас. Alliance. Бульдог уже 1800 на руках. Сейчас появится Мидос на восьмой минуте. Что, в принципе, очень печально для команды Relax. Аппарат. Должен быть стан. Где же вортекс на просветочку? А вортекса нет. Есть член-тач и... Все. За вышку. Лода. Есть два сейв-тп. У аппарата сейчас будут проблемы. Дримкоил. Аппараты цепляют. Минус аппарат. Есть еще опен-ваунс. Нет, опен-ваунс нет. Маны не хватает. Хотя сейчас стики. Скоро можно будет съесть. Сеточка. Ну, и наикс. Минфест. Впака. Подходит к дреду. Будут ли стики. Ну, есть же стики. Скушай стики. Скушал стики. Пять маны не хватает на опен-ваунс. Должен идти. Должен идти за счет число. Третий уровень опен-ваунс. Должен цеплять. Есть стан. Надо включать рейдж. Включает рейдж. Начинает драться с дредом. Будет ли подхил. От Дазла. Сажрал стики. Снова жив. Цел. Лода. Тем временем Бэйн на топе. Спокойненько стоит. Под вышечкой. Получает свой заветный шестой уровень. Чтобы появился. Финс Грипп. И спокойненько можно было цеплять. Спрашивай. Может ты стримить начнешь? Мне Саша не дает. Если не целый день контрит. Вышечка на ботами начинает просаживаться. 6-1. Девятая минута. Что по графикам? Около 3000 преимуществ у Алайнс. По золоту. По экспет. То же самое. Вышка на ботами может упасть на самом деле. Не знаю. Будет ли ее дефать. Прилетает сюда. Есть одно ТП. Дримкойл будет. Шачло. Будет ли цеплять. Улетает отсюда Шачло. Ну и будет скорее сюда Найвышки. Нет. Не получается. Знает. Достается на крипам. Дред. Может быть ведь Слип. Может прилететь Фурион. Летит Фурион. Прилетает Ультимейт. И брейнсапом забирают. Можно тут же вызвать Трентов. Пробовать пропушить вышку. Который пол ХП. А Тренты уже четвертого уровня. Да. Ультимейт 7.1. Выходит вперед. Забрали конечно вышку сейчас релаксы. В принципе получили какой-то пуст по золоту. Но это ненадолго. Сейчас его мгновенно отыграют. Ультимейт. И при этом вышку еще может забрать какой-то герой. Не стал рисковать Фурион. Хотя... Че тут не рисковать? Вышки 80 хп. Драгонайт. Грызается. Надо скушать стики. Нет. Вешает имфибол. Чтобы не получилось у ДК добить вышку. Есть 2 сейф ТП. Но вышку все же добьют. Проблема у ЕГМа. ЕГМ. Сеточка. Затыкали. Минус аппарат. Залетает сюда Фурион. Есть Вижен. Ну и до свидос. Тут же размин аппарата на Бэйна. Лайнс очень мобильный за счет Пака. У Пака, кстати, через 1000 появится Даггер. Ну и начинают уронять вторую вышку. Там, правда, с Денайли, наверное. Да, Драгонайт с Денайл вышку. Пытаются Т1 еще уронить. Там много крипов. Бэйн. Бэйн сейчас немного может загулять. Фурион снес вышку в медле. Будут ли сейф ТП? Пока сейф ТП нет. А вышка-то просела у плотника, кстати. Тем временем на ботами. Шачло. Базилка, сапог. Больше ничего. Что есть у лоды? У лоды Брейсер 1200 на руках. Ну, Паку не хватало, Рынжа, конечно, запрыгнуть. Бэйн. Есть Финс Гриб. Ну, что будет ульт Фуриона, будут ли залетать? У Фуриона есть ультимейт. Появляется жаду амулет. Штоп лейд, буквально 1300. Вышка, чтобы отдавать. Да, дают вышку. Пытался знать ее ЕГЭМ, но не пошло. Конечно, тычка неплохая, но летит очень долго. Ну что, онлайнс немного сбавили обороты, на самом деле, по киллам. Очень даже сбавили. Найкс продолжает фармить, ему летят, наверное, барабаны. Кого-то тут находят. Находят здесь Шачло. Ну, Шачло отсюда уйдет. А вот аппарат отсюда не уйдет. Да. Фин с гриппом забирает его Бэйн. Не знаю, почему так перебыковал немного 285-й. Подхил от Дазла. Ну и... Тут ли кого-то цеплять? Никого не будут цеплять. Фурион отправляется на бот. Он тут же тренды и начинает ронять вышку. Один тренд пошел отводить грипов, чтобы... спокойненько лайн пушить. И вышка, судя всему, упадет с первого захода. Ну и пытается разменять на мидл. На ботуме уже упал. Забирает опять ее Фурион. Пак. Будет ли делать ТП в мидл? Делать ТП в мидл. Дайгера нет, но совсем скоро будет. Пытается цепануть. Драгнайт, проблема. Сеточка. Ну вот, сеточка очень сильно контрит даже в рейнже. Так, слип. Дазл. Армор. Пак запрыгивает. Есть Дрим Койл. Хотя бы на губы цепануть. Ну хотя бы кого-нибудь. Что тут, кстати, происходит? Бэйн гоняет Виномансера. У Виномансера нет ТПаута. Скорее всего, у него конечное. Я бы назвал это так. Эмбер прыгнул в мид. Что, неужели Виномансера отсюда выпустят? Лол, даже не контролит. Думает, что сделал ТПаут, но Винник просто стоит. Просто стоит в кустах. И тут уползает. Спокойненько уползает. Вижены здесь у Алайнсов нет. Это печально. Финсгрипом цепляют Шачло. Под хил и минус Шачло. 10-2. 15-ая минута. Ну а преимущество, кстати, по-прежнему 3000. Так. Запрыгивает. Виномансер уходит не в ту сторону. Вот если бы это был поворот не туда, то цепанул бы. Что, 15-ый минуты игры. 10-2. Алайнс впереди. Ну ничего удивительного. Они, конечно, были фаворитами этой игры. Смотрим. Пока по золоту не такое тотальное преимущество. Сфу готов. Думаю, Сфу уже с Даггером. Да, есть Даггер. Может спокойненько врываться. Эмбер отлетает. Даззл. Может дать ультимейт. Опытка цепануть Даззла. Рейдж. Пошел вгрызаться. Найкс. Опен Ваунс. Шачло. Грызет. Еще тычка. Даззл сбрили. Ультаппарат взлетает. Подает по Бэйну. Здесь Фурион. Где Фурион? Куда он делся? Фурион тут. Отличный Дрим Койл по троим. Просто здесь начинают бансовать. Карусель. Карусель. Это радость моя. Правда, лайн здесь разваливается на самом деле. Фурион. Наваливает. Неплохо. Виномансер выживает. Урной подхилили. Пытается уйти Фурион. Ставится в Вортекс. Минус 3. Уже исполнили Релакс. Неужели догонит чей Фурион? И есть Пак. Фурион. Урна. Надо сделать пичку. Фурион отваливается. Отсюда может уйти. Испо. Испо тоже отваливается. Это минус 5. В исполнении Релакс. Не потеряли они ни одного игрока. Со счета 10-2. Камбэкаются в 10-7. И это очень крутая драка была. Они потеряли это 2. Тут я не спорю. Но они не потеряли ни одного игрока. Они собрали сейчас урожай, экспы и золото. И надо возвращаться в игру. Просто возвращаться в игру. Подсобирать нужные айтемы, которые дадут небольшой бонус. Тут пишут, что тренды некрасивые. Нормальные тренды. Не, у меня красивее, конечно. Они злые такие. Посмотрите им в лицо. Вот она, жизнь тренда. Ну что, будет у нас где-то стычка? Или не будет у нас где-то стычка? А Лайнс, я думаю, сейчас немного осадились. Прекрасно понимая, что не получится на ранней стадии его сейчас игру закончить. Надо поэтому что-то попридумывать. А что попридумывать? Надо добирать артефакты. Фурион начинает собирать арчит, я так понимаю. Попридумывается квартстав. Есть один сторень, есть вторая ульта. На аншентов. Да, уходят в фарм. Уходят в фарм Алайнсы. Лода фармит мидл. Есть медаси, горбов ином, фейзы, барабаны. Решили, что типа не получается выиграть игру сейчас. Выиграем через 30 минут, когда Найкс переформит. Ну и в смоке. Пытаются кого-то найти, чтобы цепануть финс гриппом. Но тут вряд ли кого-то получится найти. Если только до Драгон Найта успеют добраться. Хотя у него Шадоу Блейд и ТП Аут. Я думаю, здесь особо времени не будет. Прекрасно понимаешь, что к нему могут и выдвинуться. О, тёть-тёть-тёть-тёть-тёть. О, тёть-тёть-тёть-тёть-тёть. Ну. Запрыгнул Пак. Ну и Драгон Найта отсюда, наверное, лучше уйти. Включает форму. Выходит на Пака. Так это байт. Лол. Летит ракеткой сюда. А нет, это ультаппарата. У Пака огромные проблемы. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Должен быть Грейв. Есть Грейв. Правда, подхилить не получится. Сфой здесь всё равно погибает. Нет, ушёл в шифт. Ну и сдох в этом шифте. Ну, размен Пака на Драгон Найта. В принципе, мидера на мидера. Поэтому всё ровненько. Па-па-пам. Па-па-пам. Дазл седьмого уровня. Брейсер укрепляется много в ХП. Па-па-пам. Дарк Лайт. Лода. Тысяча семьсот. Я так подозреваю, что сейчас будет собираться какая-то Сия. Его стандартный айтем. Эээ... Башер, Сия. Все дела. Иллюзии наги пытаются вард поломать. Не дают ей этого сделать. Прекратили эту вакханалию. Ну и что? Ancient Operation. Потихонечку движется к Аганиму. До 11 уровня, правда, ещё потеть и потеть. Но вот Аганиму может заиметь через полторы тысячи. Пока 11 уровень Dream Coil. Готов ворваться, если что. Нет, не получилось у него немного ворваться. Вовремя ретировался отсюда шачло. Ну и пак продолжает фармить. У меня подушечка с кресла слетела. Это... Кара небесная. Ладно. Возвращаемся в игру. Что здесь? На Х. 2 400. Что будет собирать, непонятно. Уже 2 600. Ну, на самом деле, да. Вы тут правильно сказали, что релаксы выиграли эту драку, потому что имперцы... Ой, извините, имперцы. А лайнсы на расслабоне уже готовы были заходить на хайграунд. А тут им немного булки поднапрягли. Ну, сейчас ребята поформят минут 10-15. Это мою шторм лайфстилера. Ой-ой-ой. Интересный поворот событий. Ну что, в медлее в смоке. Готовы цеплять. Будут ли цеплять пака? Нет, не стали цеплять пака. Начинают обходить. Что за задумка есть теперь? Забайтить. Забайтить на Эмбера. И сейчас у СФО будут проблемы. Видит его. Пак пытается заивейдить. Сеточка. На вес шлиму армор. Дазл тоже может отсюда не уйти. Очень много дэмэджа. Прилетел ультфуриона. Тут же Грейв на себя. Ну, я так понимаю, вписываться никто не будет. Ульта аппарата прилетел. Минус дазл. Минус два в исполнении релакса. Пытается спануть Бэйна. Получает стан. Байбэк от пака. ЕГМ. Заслипался. Надо брейнсапиться. Слип от Наги. Грызет. Наикс, наикс. Еще тысячечка. Выживает Нага. Выживает на 27 кп. Тут же получает турну. Пошел сюда пак. Пак достать не может. Получает гель. Ну и что? Онлайнцы пока сделали минус два и заставили сделать байбэк. Спруты закрывают. Но веноманцы растут уже и не уходят. Килл оставляют Лоди. Нет, пак все-таки заласт хитил. Но все это время шачло фармит. Потихонечку, потихонечку свое ботов Юри пытается увезти. Тут всю жизнь думали, что я факер. Провал. Саша, ты на меня так плохо влияешь. Факер с рамками стримит. Ты мне рамку включил? Все думают, что я факер. Ну, пак 1400. Лода. Ой-ой-ой. Его чуть не угробил тут ультом аппарата. Руна дабл дэмэджа. Забирает ее Драгон Найт в ботовый. Можно попробовать подраться. Кстати, у него появляется Огр Клаб. Полторы тысячи на руках есть. Совсем скоро, возможно, будет БКБ. Что по графикам? По графикам альинс выигрывает чуть более 4000 по золоту. По экспе пятихаточка. По экспе общения. Алло, здесь Фурион забрал Веномансера опять. Ну, вот Венник, конечно, Фидоник. Единственный, кто в последнее время умирает с команды Альинс. На бот и Миндазу на развороте в шачло. Заставил его улететь отсюда. Ну и... Смотрим. Драгон Найт пытается дофармить на... Свою БКБ. Будет ли врыв? В связи с с вами, врыва никого не будет. Па-па-пам, па-па-пам. Ага, минус шачло. Все-таки нашли. А где нашли? Ну, покажи мне. На ботами. Найк с... С Фурионом, что ли? Да, видно откат Шадоу Блейда, откат Орхида. Да, Орчит очень сильно запирает Эмбер Спирита, становится герой абсолютно бесполезным. Уже это говорил тысячу раз. И сам в пабе, как вижу этого героя, тут же начинаю собирать Орчит. Есть Финс Грипп. Можно пробовать найти. Видит Виномонсера. Ну, а дальше что? Сайланс, Финс Грипп. Виномонсер минус. Пак, еще и Панаги проехался. Тут Слип пытается засейвить. Ульт-аппарат сюда летит. Отжимают. Дазл. Повесил армор. Подхилл не будет работать. Залетает сюда Фурион. Дрим Койл по-троим. Неплохой. Начинает Фурион. Разваливает здесь лоды. И очень много дэмэдж залетает. Драгон Найт тоже отваливается. Байбэк от Виномонсера. Дропается гем. Шачло. Полетел. В кого? Тут 3 в 3 драконса. Нет, 3 в 4. Извините. Лода еще жив. Потеряли всех, кроме Пака и Найкса. Ну и проблемы. Пак тоже взрывается. Ты минус 4. И Найкса, судя по всему, тоже не попустит. Опен Ваунс начинает грызаться. Ну и сейчас должен наказывать его Шачло. Или бежать от него просто. Найксу все равно, походу, кого бить. Это минус 5 от Релакс. Очередные минус 5. Они потеряли троих или четверых. Байбэк был у Виномонсера, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим по байбэкам. Да, байбэккался в Виномонсер. Ну, всего один. Один саппорт вернулся в игру. Это не так много. Онлайн же потеряли опять снова всю свою команду. Ну и что. Драгон Найт. 2000 на руках. Бульдог. Баттл Фьюри появляется у Эмбер Спирита. Бульдог хотел на кого-то выйти в миде, но там рядом был Эмбер. Понимал он, что он тут с Архидом и Штлоблейдом мало что может набарагозить. Был бы какой-нибудь Хекс, может быть, и разрулил бы. Ну что, на топе вышка может упасть. И тут дефать. Релаксы провязывали фортификейшн. Сейчас будет драка. В Шаду Блэйди. Не достает огнюшкой. Ну, вышку вроде как от дефа ли что. А Лайнс будут отходить, это будет знак того, что они уже боятся сейчас драться. Веник за Альянс нельзя так фидой. Да. Пак. Будет ли впрыгивать? Постоянно ему сбивают тут даггер. Не получается синициировать. Поэтому просто стоит. Что у Наги? И отходит. Отходит Альянс. Не смогли зайти на эту Т2. Фурион улетает на ботом. Там много крипов. Можно пофармить. Что у него будет появляться? Дезолятор или же это будет БКБ? 1600 на руках есть. Есть 16 уровень. Пишут что-то звук у ДТ2 ТВ. Звук у ДТ2 ТВ есть. Вижу, что загорается облачко, поэтому все нормально должно быть. Ну и у Фуриона в кармане уже 2200. БКБ наконец-то появляется у Драгон Найта. Долгом к нему шел. Даггер приобретает себе ЕГМ. Ну и посмотрим, к чему это приведет. Должна быть инициация от Бэйна теперь. Не только от Пака. Мюльнир добирает себе Лайфстиллер. Тор спустился с гор. Ну и на поисках, на поисках снова. ДК в инвизе. Вряд ли он здесь встроится на трех человек. Тяжеловато будет. Еще не настолько отфарменный. Залез Фуриона на Икс и готов врываться. На Рошане. Находится команда Релакс. Формит ДК. Подтягивается на Шачло. Нужно чем-то прочекать. Хотя бы Трентом. Либо Иллюзориор поднукинуть. Кидается Арба. Оп. Зачекали. Понимают, что на Рошанах. Сигналят. Ну, ребятушки, давайте как-нибудь там что-нибудь сделаем. Или отдаем Рошана. Ну что, еще одна Иллюзори. Да, еще одна Иллюзориор. И вот теперь, наверное, можно впрыгивать. Дазову минус армор. И все разлетаются. Все разлетаются. Аршану Линку сбили. Будут ли бить дальше. У Пака сейчас будут проблемы. Получает стан. Ульт аппарата. СФО. Не успели подхилить. Минус. Пытаются спануть Бейна. Залетает сюда Фурион. Тут же Слип. Фурион в БКБ. С Найксом начинают наваливать. Есть ли опенваунс? Опенваунс и нет. Засыпает. Под песенку Трэда. Под хил. Минус Драгон Найт. Шачи Слоу пытается улететь. Ну, улетит. Но Найкс, Рошану, скорее всего, заберет. Грызут где-то Бейна. Бейн еле живой. Не знаю, почему он не переключается на него. Падает Рошан. Лайфстиллер забирает Аегис. Ну и что? 2 400 Аегис. Мюрлинир. Будет ли попытка зайти на хайграунд? Фурион. Прилетает на топ. Очень сильный атак спид. Абсолютно все айтемы, кроме БКБ и Физов, дают очень неплохой атак спид. Поэтому все отлично. Падает вышка на топе. Фурион 3000. Башер появляется у Найкса. Который, наверное, в скором времени превратится в амбузал. Ну что, 20-16. Не такое уж сильное преимущество. Правда, по золоту Алайнс выиграет более 10 тысяч. По XP 5 с небольшим. Стан. Армор дали. Эмбер. Виномансер отваливается. Отвалился Виномансер. Ульт аппарата попадает по Найксу. Нужно его как-то подсейвить, или иначе сейчас Найкс погибнет. Повесили Грейв. А поможет Ли? Да, подхилил Даззл. Все нормально. Драгонайт тем временем забирает Бэйна. Вот один остался на это время. Пак. Откидывается. Ну а толку? Фурион. Закрывает спруты. Запрыгивает Пак. Начинает расстреливать. Минус аппарат. Опен ваунс. Вгрызаются. БКБ. Сбрилли СФО. Эмбер Спирит пролетел. Лода. Стоит в сетке. Лода. Что будет делать? Пока ничего. Как грызется? Дропает Аегис. Остается Аегиса. Опять стан. Опять грызут. Будет ли сеточка? Есть сеточка. Лода включает рейдж и погибает. Очевидная смерть от Лоды. Которая, кстати, по счету 3-3-10. Ой-ой-ой. Ну что, Фуриончик. 4-500. Ну что, Фуриончик. Фуриончик должен собрать какой-то item. Дорогие друзья, сейчас может быть немного хрипа, потому что надо поменять батарейки в гарнитурах. Все, больше хрипа не должно быть. Я надеюсь, мне чуть-чуть уши не вырвало тут. Надеюсь, вам не не вырвало. Ну что, пак. Даггер. Ультимейт Орб. Потихонечку идет в фиксу. Игра у нас достаточно сильно затягивается. 34-я минута уже. 10 тысяч с лишним преимуществом Алайнс. А по Икспе скостилось с 7,5 до 5. Очень такое шаткое все становится. Фурион с Найксом внутри. 5-400. Привозит его на фарм. Зато не пешком. Ну и что, будут цеплять Лив Мидли. Эмбер Спирит. Идет во вторую Баттл Фьюри. Одна уже есть, есть Аквила и до второй остается буквально-таки гроши. Да еда у с одним кликом покупает себе Фурион. Ну вот единственное, чем я напрягаю, это что Фурион на Бульдоге, наверное, не попустит. Этот пацан такие игры отпускать не будет. Он знает, что делать в таких ситуациях. Ну что-то онлайн сместились очень сильно в свои леса. Формят эншентов, формят всех подряд крипов. Пушить у них, по-моему, уже такого желания сильного нет. Драгонайт здесь потихонечку выходит в кирасу. Есть плейтмейл, полторы тысячи на руках. Эмбер Спирит тоже зажались на базе. Но это, наверное, развод. Потому что якобы мы в смоке, на самом деле мы фармим. И большая часть команды Релакс находится у себя на хайграунде, боясь, что их где-то подцепят. Ну а теперь... Нет, теперь так же не в смоке, никуда не ползут. Найк тут, кстати, дообузал еще потеть и потеть. Вот на ботами. Драгонайт уходит, Шадоу Блейд. И начинает фармить. Вот сейчас его могут подцепить. Тут же Бейн должен запрыгивать с даггера и цеплять финс гриппом. Хотя нет, 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 там не один. Нет, никуда не будут запрыгивать. Тут же Фурион улетает на топ и продолжает формировать крипов. Очень мало артефактов у Фуриона, поэтому нужно еще. Мои уши только что изнасиловали. Мои тоже, дорогие друзья. Это было обоюдное насилование ушей. Ничьи уши не остались целы. Поэтому как-то так. Нетворс на данный момент выглядит так. Фурион 21734, Найк с 15 тысяч. Следом идет Драгонайт 12 кусков 600, 11 тысяч 900 у Эмберспирита, 10 тысяч у Виномансера. Ну и игра переходит дальше в фарм. 37-ая минута. Лайнс потихонечку, медленно, но уверенно увеличивает свое преимущество. Ну и вот смог. Смок от релаксов, попытка кого-то найти, цепануть, может двоих-троих убить. Получится ли? Ой-ой, молния залетела наверх, тут же сигналят. Да, мол, тут кто-то есть. Очень-очень здорово, конечно, фортануло сейчас лоди. Потому что буквально с первой тычки Майюльнир сработал и отправил предпосылочку небольшую на хайграунд. Ну и что, фуриончик. 2-200. Ну, Хекс должен появляться, по сути, next item. Правда, вместо чего? Ну, вместо Мидаса, наверное. Хекс появляется у Пака. Есть один Disable. Что тут у Эмбер? У Эмбера есть два Battle of Fury. Нет БКБ. Вот это может быть проблемой. Потому что его и заархидят, и захексят, и что угодно. С ним могут сделать. БКБ 8-секундный у Драгонайта. В принципе, на файт может и хватить. Ну и что? В смаке. Выход в middle. Будут цеплять аппарата. Или не будут? Залетает фурион. Прыгнули. Должны забирать без финсгриппа. Аппарат должен отваливаться так. Здесь фурион. Архид. Шачло. Огромные проблемы. Будет ли Хекс? Хекса пока нет. Шачло грызут, но он здесь погибает. Ульт фуриона пролетел. В БКБ стоит. Надо отгрызаться. А это минус 3 уолайнс. Адмирал Бульдог тоже отвалится. Слип от Наги. Уходит в гост Веномансер. Как же грамотно сейчас все. И просто будет сейчас, сдует его огнюшечкой. Бульдог. Ту Виладж. И остается в живых 1 Найкс. Если, конечно, Нагас. Нет, никто не толкнул Форстафлом. Была бы сеточка. Это был бы минус. Релаксы. Получая сейчас просто неимоверный шанс забрать парочку ТВ-ров. И перевернуть игру. Потому что действительно они выглядят сейчас гораздо сильнее. Ой-ой-ой. Ну и заход на Т2. Фуриону не будет 60 секунд. Байбэк у него есть. Будет ли он его делать, вопрос. Отходит. Да нет. No way. Вышка на бот не упала. Силами крипов. Появляется Рошан. Вот, возможно, его стоит забрать. Если ДК сейчас забирает дабл дэмэдж. То это очень даже неплохо. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Алибарда появляется. У Нага Сирена. И теперь он сможет еще и затыкать либо Фуриона, либо Найкса. Это отцеленность тьму дэмэджа. Эмбер отлетает. Но спалил всю эту движуху Пепси. Драгон Найт. Совсем скоро будет форма. Ну и заход на Рошана. Прилетает сюда Фурион. Ну будет драка. У Дреда, правда, до слипа 20 секунд. Ульт-аппарата. Залетел. Аппарат, наверное, с агонимом. Да, 18 секунд. Надо отсюда разбегаться. Лода. ДК. Забегает. Лода начинает вгрызаться. Надо мансить. Бульдога. Грызть. Дредд. Еле живой. Будет скоро слип. Добивает Бульдога. Бульдога не будет 86. Ну и это печально. Это минус 3 уолайн. С размерами одного вина мансера. Пытаются догнать Пака. Ну и привязочка. Есть привязочка. Пак. Шачло. Получает Хекс. Фурион делает байбэк. Прилетает сюда. Что же тут начинается? Драгон Найт. Сеточка. Рейдж весь на Икса пройдет. Залетает ульт-аппарата. Минус на Икс. Лода. Огромные проблемы. Лода сгрызли. Вгрызается в Бульдогу. Висит на нем Алибарда. Никуда он отсюда не уйдет от дракона. Он сделал байбэк. Неужели нет просветки? Лол. Ну как же так? Тут есть гему, наги. Но почему-то не пошли. Можно было даже проюзать слип. Догнать его. Кинуть сетку и убить. Так. В инвизе. Могут цепануть. Нет. Не получилось цепануть. Какие же жуткие драки. Сколько количества байбэков. Попытка цепануть ДК. Есть Хекс. С4 тут. Фурион залетает. Тут же слип от Наги. Найк сгрызет в рейдже. Сейчас рейдж кончится. Сетку получает. Надо сбрить Бульдога. Нет. Просто делает тэп-аут. Ульт-аппарата. Закрывает Бульдог. Прожимает БКБ. Ну и улетает. Нарошана. Снова Нарошана. Да. Релаксы играют неимоверно круто. Они вышли вперед по киллам. 27.6. Но А Лайн сыграют не хуже. Действительно не хуже. Очень классная командная игра. Байбэки своевременные. Каждый реализуется насколько может. Ну и 10 тысяч по золоту преимущество. Релакс. 2.5 тысячи по ХП. Па-ра-па-па-пам. Ну что, выход. Выход. И будут пытаться цеплять. На монстр, конечно, не главный. Цель здесь. Нужно, чтобы кто-то покрупнее подставился. Под Даггер Хекс и так далее. Ну и что? Сейчас будут релакс отвоевывать. Свой хайграунд. ДК пытается тут что-то доформить. Есть у него ТП. Может прилетать. Неужели будет отдавать Тавр? Ну, вряд ли. Вряд ли будет отдавать Тавр. Ульт-аппарата пошел. Залетает по двоим. Пак не успел заивейдить. Пак. Ну и что? Кого сгрызают? Дримкоил. Виномансы расцепанули. Должна быть сеточка. Есть сеточка. Очень классно поймали. Тавр бьет. Надо убивать. Надо убивать СФО. Куда идут? Драгонайт. БКБ нету. Кончилось. Виномансы расхистовался. Бульдог включает БКБ. Начинает наваливать. Госпроюзов. Виномансы пытается спастись. Минус аппарат. Аппарата потеряли. Встается Аегис и Лода. А, тут точно тут же еще Аегис. Вот почему Лода так боковала. Я немного упустил этот момент. Ну, а лайнсы очень хорошо подрали. Сейчас будут отхиливаться. Урны. Дазлы. Все, что можно. Брейнсапы сейчас кинется. И все нормально будет. Заход на хайграунд. Шачло. Пролетел. Стан. Егема. Карают. Есть Грейв. Должен быть подхил. Инфибал. По Дреду пролетел. Дред кастует Слип. Ну, а что? В БКБ никого нет. Виномансы. Есть ли ультимейт? Ультимейта нет. Здесь 15 секунд будет. ДК. ДК может сейчас погибнуть. Долго. Он очень дрался с Лодой. Но Лода тоже может умирать. Лода умирает. Проблема у Шачло. Шачло под арчитом. Тоже отваливается. С4. Тут же байбэк. Второй байбэк. Надо улетать отсюда. Паку. Пак скопытился. Ой-ой-ой-ой. Что происходит? Это просто конвейер гейминг. Пытается отсюда уйти Фурион. Фурион уходит на БКБ и ТП Ауте. Это жуть. Ну что, надо идти? Надо идти. На Икса не будет 2,5... Ну, точнее, На Икса не будет минуту. Байбэк у него нет 2,5 минуты. Надо идти пытаться сносить. Правда, сейчас проигранная драка после байбэков. Это проигранная игра. Начинают формить Т2. Подошли крипы. Бакдор протекшн отключается. Что у Пака с байбэком? У Пака есть байбэк. Заходят под формой, начинают карать. Ну, тут не проблема уже, Трунты, на самом деле. Они идут приостановить крипов, конечно, это понятно, но... Я думаю, это никак не напрягает, Релакс. Есть фортификейшн. Ну и Барак. Начинают бить Барак. Регеница подходит крипы. Иллюзии Наги все стругают. Ну, Фурион сейчас отводит. Отводит. Не получилось у Релаксов сломать Барак. Забрали только Тавр. Хотя, может, на развороте тут будут. В Инвизе. ДК. Может быть, сныкаются и пытаются удивить. Нет, судя по всему, отходят. Отходят Релаксы. Папара-папапам. Ну, что, Пак. Хекс, 2,200. 50-е минуты игры. Перефарм 12 тысяч, Чуалайнс по деньгам. 5 тысяч по XP. В драках этого совсем не видно. Лайфсиллер где-то забирает Эмбер Спирита. Я не знаю, что он тут делал на Эншентах, но Эмбер погибает. И ребята, понятное дело, пойдут на хайграунд. У Эмбера не будет байбека 3 минуты с лишним. Его самого не будет полторы. Драться без Эмбера сейчас будет неимоверно трудно. Нужно, чтобы аппарат попал очень грамотным ультимейтом. Ну и что, аппарат должен попасть по всем. Геномастер тоже должен попасть по всем. Падает первый барак. Они не выдержат минуту, тут надо драться. Падает еще один барак. У Драгонайта скоро будет форма. Ребята пойдут просто на топ, где уже вовсю орудует Фурион и пытаются снести тавер. Фрортификейшна нет. Начинает падать тавер. Неужели релаксы будут и его отдавать просто так? Стан. Лода. Залетает ультаппарата. Очень неплохо. Лода. Повесили Грейв. Слип от Наги. Ну же Лода. Лоду сгрызли. Отлично. Бульдог пытается уйти. Уходит в инвиз. Дредд должен цеплять хоть чем-нибудь. Но здесь никто не должен уходить. Должны всех цеплять. Минус даззл. Никуда он отсюда не денет. Цепанул его ДК. Пытается подхилить. ЕГМ тоже погибает. Это минус 5 в исполнении релакс. Надо сейчас просто врываться, потому что Эмбер Спирит рестнется буквально через 10 секунд. Байбэк сразу же делает пак. Только зачем? Ну хотя быстрее 5 минут начнут откатываться. Это точно правильно. Потому что... Возможно это не последний его байбэк за эту игру. Ну и Драгон Найт. 3 800 на руках. Эмбер фармит уже ботом. 1200. Но тут понятное дело, что никто ничего покупать не будет. Все оставляют все на байбэке. Для ДК эти крипы не проблема. Правда сейчас кончается форма. Стало немного похуже. Фуриона не будет 60 секунд. На экса 35. Нужно идти и пытаться сносить мид. Надо хотя бы уравнять стороны. Ну что, фармит. Драгон Найт 4 100. Эмбер 1600. Нужны криты какие-нибудь. Виномансер тут уже втаренный просто до нельзя. У него 4 300 на руках. У него есть Гост. У него есть Аганим. Он собирает, я так понимаю, какой-то Хекс. Который очень даже не помешает команде. Ну что, не будет Фуриона. Надо пытаться без него забрать барак. Слип. Хоть какой-нибудь барак. Нага Илюзимы начинает бить. Бьют разные бараки абсолютно. ДК пытался заковырять милишные. Остальные били рейнджовые. И в итоге не заковыряли ни один. Ну и что, пойдут ли Алайнс? Алайнс должны идти. Алайнс пойдут сносить топ. У них сейчас еще будет КД байбеков. Хотя у Драгон Найта тоже КД байбека. Совсем скоро, через 28 секунд, он сможет снова выкупаться. Ну и смотрим дальше. Тем временем у нас уже 40 тысяч на стриме. Привет, дорогие друзья. Я бы на такую катку тоже лучше посмотрел, чем комментировал. Лютые качели. 50 минут. Кстати, преимущество Алайнс 14 тысяч за последние 13 минут спустилось до 8 тысяч. То есть релаксы потихонечку денежку отыгрывают. По XP уже выигрывают релакс около 5 кусков. Ой-ой-ой-ой. Неужели это будут камбэки качели года? Да где же мой волокордин просто? Да, что там у Наги, кстати? Будет ли что-то появляться? 2 900 есть на руках. Надо что-то приобретать. Может быть тоже Хекс. Может... Не, ну Радик... Хотя Радик, в принципе, можно на любой минуте отпушивать лайн и держать подпушенными со всех сторон не помешает. Ну и смотрим дальше. Кажется, немного залетел далеко сейчас Dragon Knight. Лучше так не попадаться, потому что фурион прилетит, закроет. Прогрызаться тут нечем, кроме тэпа аута. Спалили. Тернты, конечно, тут недолго живут. Конечно, онлайн с преимуществом. Лайн 1 всегда пушится. Есть фурион, который может прилетать на любой лайн и подпушивать все точечки, крипов и так далее, собирать. Ну и смотрим дальше. Dragon Knight. 3000. Появляется Кристаллис. Нужен, конечно, доедалус. Кристаллиса мало здесь уже. Но он прекрасно понимает, что нужно оставлять на байбэк. Совсем скоро появляется Рошан. Буквально секунд, наверное, через 15. А лайнсы тут по топу. Сейчас у релаксов будет выбор либо Рошан, либо сторона. Я думаю, их такое не устраивает. Мидос должен поддаваться, должен покупаться Хекс. Нет, покупается Ривер. Это сатаник для Адмирал Бульдога. Воу-воу-воу, полегче. Это не очень хорошо. У него стало 2300 хп и убить его будет достаточно трудно. Ну что, заход будет на хайграунд. Релаксы готовы дефать. Есть лип у Наги. Есть ульт-аппарата. 16 уровня, кстати, он апнулся с последней драки. И сейчас будет очень больно залетать. Отходят. Отходят а лайнс. Подпушили лайн. Не хотят заходить на хайграунд. Прекрасно понимаешь, что сейчас драка вот эта может стать одной из последних. Единственный их бонус в том, что все лайны подпушены. И у релаксов не получится переключиться в быстрый пуш. Придется еще добираться до базы. Пытается догнать здесь драгонайт. Не получилось. Надо забирать Рошана. Смок от Бэйна. Команда лайнс уходит к себе на хайграунд. Фуреон прилетает на топ. 54-й минуты игры. Ну и что? Должен падать Рошан. Здесь стоит тренд. А лайнсы будут заходить. Рисует план Капкан. Бэйн с даггером. 15-й урон еще. Пока не третий финс грипп. Начинают бить Рошана. Драгонайт и есть и БКБ и форма. Нельзя отдать аппарата. Видят. Дазл. Повесил ультимейт. Сейчас будет тьма минус армора просто. Опен ваунс. Цепляют лоду. Лоду. Начинают наворачивать. Должен прилетать ульт аппарата. Уже давно поран. Ну где же ульт аппарата? Аппарата ульта нет. Лоду пытаются сгрызть. Висит грейв. Проходит гель. Лидит ульт аппарата. Попадает по бульдогу. У бульдога проблемы. Прожимает БКБ. Должен нажимать сатаник. Сейчас сатаник ему и тригенится. Слипну. Бульдог. Кончается БКБ. Стан. Тут же. В нем сидит Найкс. Найкс выполз. Его просто с плэшом забивает здесь. Ой, Юй, ДК пока живет. Живи, братюня. Нет. Байбэк от Фуриона. Фурион прилетает. Тут же Байбэк отпакает Найкса. У Юй, что творится. ДК тоже сделал Байбэк. Летит на вышку. Здесь же Дредд. Дредд должен кидать сетку. ЕГМ. Отвалился. Сетка на бульдога. БКБ больше нет. Сайланс. Пак запрыгнул. Пак. Решитит Дредда. Дредд. Дредд. Дредд, живи. Беги отсюда, братюня. Спасайся. Здесь же в ответку цепляет бульдога. Бульдог пытается уйти. Рошана бьет. Рошана бьет ДК. ДК пытается его забрать. Ну, много времени надо. Ломали ворды. А Лайнс боятся зайти. Пак фуловый. Должен впрыгивать с даггера. Запрыгнул. Есть Сайланс. Хекс на шачло. На нем еще и орчит. Тут же цепляют Лоду. Лода. Проходит гель. Пака взорвали. Отличный ультимейт от аппарата. Лода не может регениться. Лоду сгрызают. Лода после байбэка. 120 секунд его не будет. Бульдога сейчас тоже отправит таверну. Бульдог тоже сгорает. Нахрен. 120 секунд его не будет. И Дредд должен идти сейчас заканчивать. Бьют Т4 крипы. Ой-ой-ой-ой. Надо отбиваться. Надо хоть как-то отбиваться. В живых один Дазл с Бэйном. Они вряд ли тут что-то смогут противопоставить. Останавливает крипов. Шачло здесь. Он фуловый. Два ботов Юри. Сыр в кармане. 6300. Затаривайся, братюни. Кромсай этих шведов. ДК после байбэка. Умирать сейчас нельзя. Есть Нюаегис. Нужно идти и драться. Нужно сейчас просто переворачивать. Отыграли уже, наверное, все, что можно. Да, до 6000 спустилось преимущество по золоту. По XP за десятку перевалил у релаксов. Отдают сыр. Отдают сыр. Отдают сыр Драгон Найту. Спарол. Хомящего в одного просто. Есть Чуаегис. Крипов уничтожают просто мгновенно. Заходит. Заходит на хайграунд. Должен бить. Любой барак. Безразенец какой барак. Давай цепляй. Цепляй Бэйна. Появляется. У Бэйна есть финтгрип. Байбэков там нет. Грызут первый барак. Первый упал. Минус одна сторона. На топе стоит Т2. Нужно сносить хотя ботом. Можно бить Т4. Действительно. Почему нет? Еще 50 секунд не будет. Наикса. Фортификейшн есть. У Алайнс. Роняют вышку. Минус одна Т4. Ульт аппарата. Залетел. Бэйна не сможет регениться. Броницап не спасет. Провизует фортификейшн. Еще 38 секунд не будет. Этих типов. И судя по всему. Релаксы все-таки донесут этот трон. Нафиг. Инфибл. Да пофигу на Инфибл. У 200 атаки все равно есть. Эмбер. Убивает крипов. Начинают бить трон. 25 секунд не будет. Должен запрыгивать. Запрыгнул Бэйн. У Бэйн огромные проблемы. ЕГЭМа просто сгрызает. Сейчас шачло. 60 секунд него не будет. Тут еще и сфо подставляется. ГГВП пишет Алайнс. Релакс. Переворачивает эту игру. С нереального камбэка. Проигрывать такое количество золота и экспы. Так долго щемиться. За счет нереальной игры. Саппортов. Очень грамотно все делали. Нереальные ульты аппарата. Которые решали очень многие исходы файтов. Не мог Апупен Ваунс регениться на Айкс. Не мог регениться Бульдог своим сатаником. Они просто стояли и огребали. Поздравляем. Дрыдуху, братуху с победой. Алайнс с досадным поражением. Третьим, кстати, в этом сезоне Старладера. Ну, а у нас из-за того, что игра длилась час, перерыва между играми совсем не будет. Поэтому, ребята, мы просто прыгаем на рекламную паузу и возвращаемся в игру уже следующую. Последнюю на сегодняшний день. Это, по-моему, будет Клифф против Ахэта, если я не ошибаюсь. Никуда не расходитесь. С вами по-прежнему будет Год Хант. Это Старладер. Пять минут музыкальной паузы. В 2014 году Старладер ТВ представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Дота 2. В девятом сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы Старладер добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не четыре, а восемь команд. С 17 по 20 апреля в Киев-киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся четыре представителя дивизиона Европа-СНГ, две команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Дота 2 ТВ для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SLTV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определяют зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда — 80 тысяч долларов. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров — 2,5 доллара. Смотри матчи в Дота 2 ТВ на пяти языках. Поддержи любимый турнир и команды. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладер ТВ. Напишем новую историю Дота 2 сцены вместе. А ты купил билеты на Старладер? Покупай билет черепахи.